На этом уроке мы научимся вязать объемную кайму крючком. Вот такая она с изнанки. Кайма действительно очень красивая. Итак, давайте приступим. В начале ряда провязываем 4 воздушные петли. Раз, два, три, четыре. Делаем накид на крючок, пропускаем одну петлю в основании, в следующую вяжем столбик с одним накидом. И дальше 1 воздушная петля, накид на крючок, петлю пропускаем, в следующую петлю основания провязываем столбик с одним накидом. И так вяжем до конца. Я еще раз повторю. Воздушная петля, накид, петлю пропускаем, в следующую петлю вяжем столбик с одним накидом. И вот провязан первый ряд. Эту кайму можно вязать как по кругу, так и зад-вперед. Дальше я буду вязать ниткой другого цвета. И вдеваю крючок в третью воздушную петлю от начала работы. Раз, два, три. Продеваю воздушную петлю, делаю накид. И дальше я буду обвязывать второй столбик с накидом. Вот таким образом. Вдеваю под него крючок и провязываю столбик с одним накидом. Вот я первый столбик провязала. И дальше провязываю еще 5 накид под тот же столбик. Я выделала крючок и еще один провязала столбик с накидом. Уже два. Теперь точно так же провязываю третий. Затем четвертый. И затем пятый. То есть под этот столбик я провязала пять столбиков с одним накидом. Вот таким образом. Теперь я делаю накид и провязываю столбик с накидом вот сюда, в эту петлю. Между столбиками с накидом предыдущего ряда. Вот сюда. Провязала. Дальше я буду обвязывать следующий столбик с одним накидом и провяжу сюда 5 столбиков с одним накидом. То есть делаю накид. Под этот столбик вдеваю крючок. Но мне придется развернуться. Вот так вот. И после этого я вдеваю крючок под столбик и провязываю 5 столбиков с одним накидом. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Вот я поверну работу. Такая вот у меня получилась фигурка. Теперь я буду соединять с помощью соединительной петли Конец вязания с началом вязания. Вот здесь, вот с этой петелькой. Надеваю обратно крючок. И вот с этой петелькой соединяюсь с помощью соединительной петли. Вот что должно получиться. Дальше. Под воздушную петлю я буду провязывать сначала столбик с одним накидом. Затем делаю 2 накида на крючок и провязываю полустолбик с двумя накидами. Потом 3 петли вместе. Дальше провязываю столбик с двумя накидами. Дальше вяжу столбик с двумя накидами. 3 раза по 2 петли вместе. И вяжу пико из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Потом вот сюда в вершину столбика по 2 петли вдеваю крючок и вяжу соединительную петлю. Дальше заканчиваю вязание. 2 накида. Туда же провязываю столбик с двумя накидами. Затем снова 2 накида. Провязываю полустолбик с двумя накидами. То есть 2 петли вместе, а потом 3 петли вместе. И заканчиваю вязание столбиком с одним накидом. Вот я эту часть провязала. Дальше буду обвязывать следующий столбик с одним накидом предыдущего ряда. И буду делать это следующим образом. Делаю накид на крючок. Вдеваю под этот столбик крючок и вяжу первый столбик с одним накидом. Затем вяжу еще один столбик точно так же. И потом третий столбик точно так же. У меня провязаны три столбика и теперь я их буду соединять с третьей петлей вот этой фигурки. Вот здесь она находится. И вот с этой петлей я провяжу соединительную петлю. Немного разверну работу. Вдеваю в эту петлю крючок и провязываю соединительную петлю. Снова разворачиваю и продолжаю обвязывать тот же самый столбик. Мне осталось провязать два столбика с одним накидом. Вот один и вот второй. Таким образом под этот столбик я провязываю пять столбиков с одним накидом. Дальше накид. Теперь провязываю столбик вот сюда. Это столбик с одним накидом. Дальше разворачиваю работу, чтобы было удобнее вязать. И буду обвязывать следующий столбик. Вот этот. Делаю накид. Крючок вдеваю справа налево и провязываю 5 столбиков с одним накидом. Раз, два, три, четыре, пять. Вот я провязала. Так выглядит моя кайма сейчас. И я буду соединять вот эту петлю с вот этой петлей. Вот здесь она находится. Отсчитываем третью петлю. Раз, два, три. Вот сюда. И провязываем соединительную петлю вот таким образом. Вдеваем в эту петлю крючок. Захватываем ниточку и провязываем соединительную петлю. Вот я провязала. Дальше повторяем то, что я уже показывала. Провязываем столбик с одним накидом. Я буду еще раз повторять. Потом делаем два накида. Провязываем полустолбик с двумя накидами. Затем столбик с двумя накидами туда же. Затем провязываем пико из трех петель воздушных. Раз, два, три воздушные петли. Под две петли в вершине столбика с накидом. Вдеваем крючок и соединительная петля. Затем два накида. Провязываем столбик с двумя накидами. Потом полустолбик с двумя накидами. Три петли вместе сейчас. И затем столбик с одним накидом. Вот я провязала еще один такой элемент. И такая кайма у меня получилась. Дальше повторяем. Теперь провязываем под следующий столбик три столбика с одним накидом. Затем соединительную петлю. Вот с этим элементом с третьей петлей. Дальше еще два столбика с накидом туда же. Потом столбик с накидом вот сюда в эту петельку. Затем пять столбиков под следующий столбик с накидом желтого цвета. И соединяемся соединительной петлей вот с этой точкой. Вот такая кайма получается. Она объемная. Она просто восхитительная. Если у вас получится связать такую же самую кайму по моему уроку, то вы останетесь очень довольны. Нажмите на колокольчик, и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!